Музыка звучит, нас нам очень ждут Побежали вместе, маленький мой друг В магазин чудес, в наш магазин чудес Будем вместе мы весело играть В песне петь и Бога узнавать Хорошо нам здесь, в нашем магазине чудес Хорошо нам здесь, в нашем магазине чудес Здравствуйте, мои дорогие телезрители Я очень рада новой встрече с вами Мне кажется, что сегодняшний день мы проведем с пользой Сегодня мы открываем книжную выставку В этих книгах напечатаны рассказы для детей О разных положительных качествах характера Вот, например, в этом разделе можно найти рассказы о честности Здесь о вежливости, о доброжелательности Сюда мы поставим книги об аккуратности Здравствуй, Таинни Здравствуй, Машенька Присоединяйся, помоги мне С удовольствием вам помогу Что, куда нужно ставить? Что с тобой, Машенька? Ты почему так испачкалась? Испачкана? Где? Можно посмотреть в зеркало? Можно Смотри Ой, это я смородину ела Вы не представляете, какой она была вкусной Я прям оторваться не могла Могу себе представить Ты теперь беги умойся, а потом присоединяйся, хорошо? Угу Здравствуйте, Эмми Здравствуй, Эвелина А куда ты так торопишься? Я ищу Машу Мне кажется, что она сюда зашла Да, она была здесь, но пошла умываться А вот и она Маша, скорее пойдем Там твоя мама Она сердится Сердится? Что же делать? Я думаю, тебе нужно вернуться и все исправить Девочки, о чем это вы говорите? Расскажите Ох, как стыдно Мы с мамой пошли в магазин Там на полках лежало много продуктов Мама пошла искать то, что нужно А я в корзинке в середине магазина увидела смородину Она так вкусно пахла, что я решила взять одну ягоду Она была такой вкусной, что я взяла еще одну Потом еще одну, потом еще В общем, я остановилась только тогда, когда услышала, что меня мама зовет Я так испугалась, что мама обо всем узнает и сразу убежала из магазина Теперь мама сердится на себя за то, что без разрешения убежала А когда она узнает про смородину Ой, что же делать? То, что ты рассказала, Машенька, очень грустно Получается, ты нечестно поступила и с продавцом магазина, и с мамой Думаю, нашу книжную выставку мы открываем ко времени И именно эта книга, Машенька, поможет тебе принять правильное решение Ведь если не исправить сразу нечестного поступка То можно нарушить добрые отношения между людьми Сейчас мы откроем историю из раздела «Честность» И внимательно ее прочитаем У Исака и Ревеки было двое сыновей-близнецов Исав и Иаков Родители очень радовались своим деткам Исав и Иаков, когда были маленькие, всегда играли вместе Вокруг шатров, где они жили, простирались луга И у них было много простора для игр Но когда Исав и Иаков выросли, у них появились разные интересы Пойдешь за мной на охоту, говорил Исав Иакову Нет, спасибо, я лучше останусь дома, отвечал Иаков Ревека очень любила Иакова Ей нравилось, что он часто бывал дома И они могли подолгу беседовать во время работы Иаков знал, что хотя они с Исавом и были близнецами Но Исав появился на свет первым Поэтому именно ему полагалось Особое Божье благословение И Иаков считал, что это несправедливо А Исаку очень нравилось, когда Исав рассказывал ему об охоте Обо всем увиденном, о высоких холмах, о зеленых лугах О прекрасном мире, которого Исак уже давно не видел Потому что от старости потерял зрение И вот однажды, когда Исав ушел на охоту Ревека позвала Иакова Быстро надень на себя одежду Исава и пойди к отцу Сказала она Мы сделаем так, что ты получишь особое благословение Для того, как вернется Исав Ревека привязала к рукам и плечам Иакова козьи шкуры Для того, чтобы, если отец дотронется до него Казался таким же волосатым, как Исав Иаков взял кушанье и принес к отцу Исак был уже слеп Поэтому он положил руки на плечи Иакова Чтобы удостовериться, что перед ним Исав Ты ли это Исав? Спросил Исак Да, отец, это я Отвечал Иаков, подражая голосу брата И Исак дал ему особое Божье благословение Исак и Ревека были очень рады Что именно Иаков получил благословение Они знали, что благословение отца Означает долгую жизнь и много успехов во всем Наконец вернулся с охоты Исав Он приготовил кушанье из принесенной дичи И принес его отцу Поставив его перед Исаком Он попросил благословения И тут Исак понял, что он был обманут Когда Исав узнал об этом, он очень рассердился Мой брат обманщик, кричал он Ведь это мне положено Божье благословение Прошу тебя, отец, благослови меня Я не могу этого сделать, ответил печально Исак Я уже благословил Иакова И я не могу забрать это благословение обратно Я убью его, закричал Исав Ревека слышала эти слова И она решила отправить Иакова из дома Подальше от гнева брата А когда ты сможешь вернуться назад Я дам тебе знак Сказала Ревека Иакову А что же было дальше? Исак простил Иакова за обман До этого должно было пройти много лет Но это уже другая история Я вам обязательно расскажу ее в следующий раз Должно было пройти много лет? Нет, много лет я не выдержу Это правильно Уж если человек совершил ошибку То он должен постараться Как можно скорее ее исправить Эми, я думаю, что все ребята Лучше устроят эту истину Если послушают песенку Ты боишься сегодня немного Трудно правду тебе рассказать Наступила на лапку щеночку И немного щенок захромал Есть волненье, что будут ругаться Мама с папой и даже чуть-чуть Лучше сразу, быстрее сознаться Все исправят они и поймут Научись говорить только правду Даже если так трудно сказать Тайны становятся явными Лучше нам ничего не скрывать Научись говорить только правду Даже если так трудно сказать Даже если так трудно сказать Тайны становятся явными Лучше нам ничего не скрывать Ну а если ты все таки сделал Нечестный поступок плохой Постарайся его ты исправить Будь ты честен всегда и во всем Вот Иаков и мама Ревека Благословенье нечестно забрав Поступил очень несправедливо Обманув брата и отца Научись говорить только правду Даже если так трудно сказать Тайны становятся явными Лучше нам ничего не скрывать Научись говорить только правду Даже если так трудно сказать Тайны становятся явными Девочки, а в чем ваши мамы готовят пищу? В кастрюлях, в сковородках, в казане. А в глиняных горшочках? Нет. Ох, как жаль. Именно в глиняных горшочках получается самая вкусная еда, потому что в них пища сохраняет свой вкус и не впитывает никакие вредные вещества. В глиняных горшочках с давних пор получается самая лучшая каша, самый вкусный суп и самое полезное овощное рагу. В те времена, когда жили Исаак и Ревека, Исаак и Иаков не было железной посуды, и всю пищу они готовили именно в глиняных горшочках. Для того, чтобы мы могли сделать у себя горшочек, нам понадобится воздушный шарик, газета, бумага, кисточки и краски, клей и кисти, и, конечно же, ножницы. Возьмите к себе ваши воздушные шарики. Для того, чтобы сделать заготовку для нашего горшочка, нам нужно на шарик наклеить кусочки газеты. Газету для этого нужно нарвать на мелкие кусочки. Ее нужно именно не нарезать, а нарвать на небольшие четырехугольники. Их неровные края помогут нам сделать стенки нашего горшочка наиболее гладкими. Девочки, вы можете тоже начинать. Надо наклеить много. Нужно просто клеить рядом. Нужно приклеить не менее четырех слоев, чтобы стенки горшочка были крепкими. Чтобы не перепутать слои, я обычно чередую газетные кусочки и кусочки белой бумаги. После того, как вы закончите оклеивать шарик, нужно его оставить высохнуть на один или два денька. После того, как заготовка высохнет, из нее нужно убрать шарик. Это делается очень просто. Из шарика выпускаем воздух. И край заготовки аккуратно обрезаем ножницами. Вот так. И чтобы край был аккуратным и округлым, мы на него приклеим несколько кусочков белой бумаги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так получается аккуратно. Для того чтобы наш горшочек был устойчивым, мы можем сделать для него донышко из веревки или шпагата. Веревка или шпагат также могут служить украшением для нашего горшочка. После того как клей высохнет, мы можем раскрасить горшочек так как нам нравится. Для изготовления горшочка нам понадобится воздушный шарик, газета, бумага, кисточки и краски, клей, кисти и ножницы. Для того чтобы сделать заготовку для нашего горшочка, нарвите на мелкие кусочки газеты и бумагу. Этими кусочками обклейте надутый воздушный шарик. Для того чтобы стенки горшочка получились крепкими, необходимо приклеить не менее четырех слоев, чередуя слои газеты и слои бумаги. Оклеенный шарик оставьте на два дня до полного высыхания. После того как заготовка высохла, шарик нужно проколоть и вынуть его из будущего горшочка. Края заготовки аккуратно обрежьте ножницами и обклейте бумагой. Для устойчивости горшочка сделайте донышко из веревки или шпагата. Веревка и шпагат могут служить и украшением горшочка. После того как клей высохнет, раскрасть горшочек в любой цвет. Как можно использовать такой красивый горшочек? Для приготовления пищи он конечно не годится, но в нем можно хранить всякие мелочи. А еще в нем можно создавать красивые композиции из сухоцветов. Но если внутрь горшочка поставить стеклянную баночку с водой, то и живые цветы в нем долгое время не завянут. Я свой горшочек подарю маме. А со смородиной как же быть? У меня есть немного денег, которые я копила на книгу. Я сейчас же возьму их и пойду отдам продавцу и конечно же попрошу всех прощения. Постой, Машенька, вот книга, я знаю, что именно на нее ты копила деньги. Я уверена, эта книга поможет тебе избежать многих ошибок. А теперь поторапливайся. Мама уже беспокоится, наверное, да и магазин со смородиной еще не закрыт. Спасибо большое, Эми. И до свидания. До свидания. Как я рада, что наша книжная выставка оказалась полезной. Рада я и тому, что Машенька приняла правильное решение исправить свою ошибку и попросить прощения за нечестный поступок. И вы, ребята, старайтесь всегда избегать обмана. Будьте честными со всеми, кто вас окружает. И вы увидите, как много друзей и просто хороших знакомых у вас появится. И пусть Господь вам в этом поможет. А теперь я прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. Ты боишься сегодня немного, трудно правду тебе рассказать. Наступила на лапку щеночку, и немного щенок захромал. Есть волненье, что будут ругаться, мама с папой и даже чуть-чуть. Лучше сразу быстрее сознаться, все исправят они и поймут. Научись говорить только правду, даже если так трудно сказать. Тайны становятся явными, лучше нам ничего не скрывать. Научись говорить только правду, даже если так трудно сказать. Тайны становятся явными, лучше нам ничего не скрывать. Ну а если ты все таки сделал, нечестный поступок плохой, Постарайся его ты исправить, будь ты честен всегда и во всем. Вот и Аков, и мама Ревека, благословенье нечестно забрав. Поступил очень несправедливо, обманув брата и отца. Научись говорить только правду, даже если так трудно сказать. Тайны становятся явными, лучше нам ничего не скрывать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...